Идеально. Немножко угля. Дендробиумы его любят. В данном случае мы используем сосновую кору. Они красиво болтаются. Всем привет! Меня зовут Даша. И сегодня мы с вами будем учиться отделять детку от дендробиума и сажать ее в грунт. Ну вообще сразу небольшой рассказ о том, что дендробиумы это все-таки орхидея. Точно такая же, как и фаленопсисы, которые вот с большими этими цветками, но просто немножко другая разновидность. Вот у меня на этом экземпляре несколько деток. Одна вот такая с большими корнями и две поменьше. Они могут немножко отличаться. Вот это другой вид, у которого детки вот так выглядят. Корешки более толстые. Короче говоря, они есть всякие-всякие. Но в принципе способ отделения у всех одинаковый примерно. Начнем. Для отделения можно использовать либо нож, либо попытаться отделить просто руками. Попробуем ее вот так вот расшевелить. Я думаю, она хорошо цепится. Идеально. Так. И отделяем вторую. Вот эту, которая побольше. Тоже мы ее просто расшевелим. Не идет. Ну, значит будем использовать нож. Делаем надрез. Чуть хуже. Ну, тоже, в принципе, неплохо. Все. Это растение нам больше не пригодится. Вот две таких детки. Для посадки я рекомендую использовать небольшие емкости. Примерно вот такого размера. Можно даже меньше. Можно использовать все, что у вас есть. Стаканчики от йогурта, от майонеза, от всего чего угодно. Для посадки будем использовать стандартно сосновая кора, прокипяченная, либо обработанная в духовке, либо в микроволновке. Это мох с фагнум, который хорошо удерживает влагу. Немножко керамзита и немножко пенопласта в качестве разрыхлителя. Также добавим немножко древесного угля, который действует как антисептик и хорошо тоже удерживает влагу. Итак, начнем вот с этой, которая побольше. Сразу покажу вам такой небольшой лайфхак. Такие маленькие детки обычно очень шатаются в горшочках. Падают, из-за этого плохо приживаются. Сразу берем вот такую вот обычную палочку, так, мы примеряем, ставим в стаканчик и вот так прикидываем, на каком уровне должна быть наша деточка. Вот так вот где-то достаем, берем нитку и привязываем сразу, потому что потом это будет сделать не очень удобно. Когда вы начинаете пихать палочку через кору, могут повреждаться и корни, ну и вообще это неудобно. Все это лишнее такое вырушение, потому что корни очень нежные от повреждений, потом могут подгнивать. Вот, сразу мы привязываем. Привязываем не очень плотно, чтобы ничего не передавливалось. Следите за тем, по мере роста ваша псевдобульба будет утолщаться и может немножко передавиться. Надо будет вовремя вот эту вот нитку разрезать. Так как горшок у нас довольно большой, мы сразу на дно, не вставляя растения, можем насыпать кору. На дно берем вот такие вот покрупнее фракции. Можно сюда добавлять сразу немножко угля. Кора должна быть в фракции где-то полсантиметра, сантиметр. Для того, чтобы было хорошее проветривание, чтобы корни не загнивали. Повыше мы будем насыпать фракцию помельче. Так как все-таки, в отличие от фаленопсисов, дендробиумы любят фракцию немножко помельче. Вот таким вот образом я вставляю, аккуратно заправляю корни вот так вот вниз. Видите, растение у меня хорошо держится на палочке. И дальше я продолжаю засыпать горшок. Чередуем. Можем немножко мха добавлять. Дендробиумы его любят. Особенно маленькие. Когда деточка совсем маленькая, ей нужно больше влаги. Дальше пошла кора более мелкой фракции. Еще раз повторяю, это для деток. Для крупных растений все-таки мы берем кору покрупнее. Потому что орхидеи это растения эпифиты, которые в природе живут на деревьях. Вообще дендробиум с греческого. Так и переводится, как живущие на дереве. И для жизнедеятельности им в принципе не нужен никакой почвенный грунт. Им достаточно коры. Ствола дерева. В данном случае мы используем сосновую кору. Желательно прокипяченую, так как могут появляться всякие грибы, вредители и прочие. Кусочки пенопласта можно измельчать, можно было их пониже. Дальше вы можете немножко вот так вот потрясти, придерживая свое растение, чтобы все кусочки коры провалились вниз, не было слишком больших кустов. Сверху можно вот так вот украсить. В принципе мох здесь не нужен. Еще я вам рекомендую вот эту вот палочку не вынимать, потому что ваш дендробиум, он будет все равно расти вверх. И очень часто они вот так вот некрасиво болтаются, особенно когда появляются цветоносы. Вы очень легко сможете потом растение к этой палочке подвязывать вверх. Наша детка готова. Так мы закончили. Если вам понравилось мое видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, а также задавайте интересующие вопросы в комментариях, предлагайте темы, которые вам интересно узнать. Я с удовольствием сниму новое видео и расскажу много-много чего интересного.